Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. Сразу начну со встречного вам вопроса. А не замечайте ничего странного в данной ситуации? Напряжение на шинах 400 вольт первого трансформатора и установлен у нас вольтметр с пределом 300 вольт. Соответственно, он у нас подключается на линейное напряжение 400 вольт. Данный режим 400 вольт для него является ненормальным режимом. Соответственно, прибор шкалит, он греется. То есть, вот уже на шкале видны такие небольшие следы нагрева. Эта установка у нас новая. Пришла она сразу с этими щитовыми приборами и было все вот таким образом спроектировано. Прибор Ековский, тип М47. На другой секции выполнено все аналогично. То есть, вот 400 вольт, трансформатор номер 2. И здесь установлен вольтметр с таким же пределом на 300 вольт. Хотя, еще раз повторюсь, подключается он на линейное напряжение сети. То есть, как минимум на 400 вольт. И, как видите, сейчас здесь у нас напряжение присутствует. Вот у нас выключатель включен. На шинах имеется у нас напряжение. А прибор у нас здесь ничего не показывает. Он вышел из строя. Что можно заметить по, опять-таки, следам нагрева. И какие-то вот здесь вот произошли в нем разрушения внутренние. Вот что-то вот тут от нагрева откололось. Так у нас подключается прибор. Дело в том, что прибор с пределом 300 вольт можно максимум использовать для измерения фазного напряжения сети 220-230 вольт. Плюс-минус предельно допустимое отклонение в районе 10%. Но данный прибор, используя для измерения линейного напряжения, запрещено. Оно не соответствует параметрам. Соответственно, оно и вышло из строя. И вообще мне не нравится тот факт, что на данной подстанции не применен вольтметровый переключатель. Очень удобно, когда имеется вольтметровый переключатель. Мы можем контролировать все линейные и фазные напряжения. АС, ВС, АВ, 0, А0, В0, С0. Здесь же мы измеряем линейное напряжение между АВ. То есть напряжение АВ. Что не совсем удобно в эксплуатации. Нами эти замечания были указаны. Тем не менее, не произведены какие-либо исправления. То есть гарантийное обслуживание закончилось. Так ничего и не было поменено. Ну, теперь будем производить замену этих вольтметров на другие. На исправные, поверенные и соответствующим пределам по напряжению. Ну, в общем, пришли наши вольтметры. Вот, вольтметр щитовой с пределом 500 вольт. Тип А47. Так, это у нас крепление. Это у нас задняя защитная крышка. И вот сам непосредственно вольтметр. Вот это правильный предел. 500 вольт. Вот он наш такой вольтметр. Поверка у него, кстати, уже 20-й год. Второй квартал 20-го года. Китай. Так вот, июнь, 20-й год. Дата изготовления, январь, 20-й год. В принципе, можно приступать к замене. Ну и, соответственно, сразу заменим на вольтметры на обоих секциях. Кстати, крепятся приборы очень интересно и очень удобно. Ставили прибор. Вот, ставим планку. И с этой стороны закручиваем. Одной рукой неудобно. Она уже тут, в зависимости от толщины панели, будет притягивать прибор. Очень удобно. Ну и затем одевается уже защитная кожух. Чтобы защитить персонал от случайного прикосновения к выводам прибора. Вот, в принципе, и все. Вольтметры заменены. Сейчас они соответствуют параметрам напряжения электрической сети. Ну, соответственно, заменили и вольтметр на другой секции. Ну, в общем, вот такое было небольшое видео из раздела «Будни электрика». Не совершайте ошибки в проектировании и в монтаже. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Ну, а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки электрика». До новых встреч!